приветствую всех на своем канале на связи на искрай и в этом видео я хотел бы позаниматься немножечко психологии сим рейтинга и рассказать некоторым новичкам почему не стоит бояться данного вида деятельности и в принципе забыть про такое слово как я не могу я не умею и не знаю как это все делается и также забыть про слова такие как талант или бесталанный человек почему это является очень важным компонентом в сим рейтинге потому что именно труд исключительно только труд и желание делают из вас профессионального человека и никак иначе чтобы научиться множество вещей нужно иметь какие-то особые врожденные навыки мы же не говорим допустим каких-то видов спорта где есть физическая активность и где некоторые данные которые даются от природы так или иначе те поспособствует к лучшим результатам чем у людей у которых этих данных нет мы говорим про сим рейсинг тот вид деятельности где вы так или иначе будете упираться в автомобиль то есть устройство которое будет у всех едино как и у вас поэтому бояться этой деятельности считать что тут очень важен какой-то условный талант не стоит и данную концепцию моего взгляда я буду так или иначе затрагивать до конца этого видео то есть забудьте про талант забудьте про то что у вас его нету и начну я на самом деле издалека начну я с профессиональных пилотов реальных пилотов и расскажу как стоит их воспринимать и почему не стоит на них смотреть как на каких-то божеств что такое профессиональный реальный пилот если конечно отбросить богатеньких баратин которые именно в возрасте начали кататься потому что у них появились деньги на это мы именно выберем тех пилотов которые занимаются этим с детства и допустим приходит ту же формула-1 и для примера я возьму наиболее можно сказать известного пилота в плане взаимодействия между симуляторами и реальный формула-1 это ландо норрис почему не ферстаппин ну потому что мне кажется норрис все-таки больший задрот сим-рейсинге чем именно ферстаппин что я хочу в этом плане сказать что такое пилот формула-1 это человек который в любом случае начал заниматься автоспортом с детства а теперь задумайтесь много ли из вас кто мог заняться автоспортом с детства понятное дело что единицы к чему это ведет что автоспорт селекции отбирает именно тех пилотов которые имели возможность заниматься этим с детства то есть грубо говоря те пилоты которых мы имеем сейчас в той же формуле-1 это не является даже какой-то активной выборкой в плане какой-то невообразимой силы представьте на миг что автоспорт был бы доступен всем и каждому то есть вы в детстве могли него попасть беспроблемно вас бы никто в этом не ограничивал родители бы этого не пугались я вас уверяю даже хэмилтон и бы формулу-3 даже не смогли попасть уж говорить о более высоких значениях вполне возможно что и на картинге и двух путей уже был закончен только лишь потому что из-за более релативно выборки огромного количества людей они бы в принципе не смогли попасть уже были бы задроты еще большими почему это веду во первых к тому что не нужно смотреть на всех подобных идолов 100 с той точки зрения что они какие-то недосягаемые и именно талантливые они не талантливы и они с детства имели возможность этим заниматься и мало того мало того что они имели возможность этим заниматься выдавайте себе отчет о том что они эти работают и занимаются этим же хобби одновременно то есть они все свое свободное время тратит на это а теперь возьмите себя грубо говоря условный там sim racer 30 лет который возможно даже в реальности на машине не ездил и вдруг решил там год назад начать начать кататься до показал какой-то определенный результат и потом смотрит что какой-то норрис который приходит сим-рейсинг он выше выше этого человека я не понимаю подобные позиции при которой ты сразу же опускаешь руки это абсолютно неадекватная позиция норрис в принципе не имеет адекватных причин проигрывать даже в симуляторах потому что в этих симуляторах тоже проводит время то есть он вкатан в них и поскольку он этим занимается с детства и постоянно этим занимается он объективно должен быть лучше даже самого быстрого сим-рейсера но он не является такого при том что сим-рейсер в большинстве своем это люди которые имеют работу которые имеют свои заботы и для них сим-рейсинг это только часть время затрат и при этом еще стоит учесть что как я указал сим-рейсер зачастую начинают очень поздно потому что это очень дорогое времяпрепровождение то есть он требует оборудование требует вложения денег ввиду того очень многие дети этим не могут похвастаться приходится многим заниматься этим когда уже выросли когда можете потом заработать денежку купить себе оборудование определенные получается что всем рейсинг люди приходят достаточно поздно и после этого опускать руки что вас делать человек который всю жизнь занимается пусть и реальным спортом это очень странно он не талантливый человек в спорте нет понятия талантовых людей то что опять же я напомню что в спорте все упирается в машину то есть талантом в случае является автомобиль который у всех будет одинаково тут упор идет только в то сколько ты времени на это тратишь мы разобрались с первым главным вводным элементом не стоит сотворять себе каких-то идолов и кумиров из-за которых вам кажется что это недостижимо это реально вполне себе достижимо просто они на это потратили кучу времени это тот момент который вы должны выучить просто вот от и до зазубрить этот момент и помнить его досконально и до конца вопрос тут не в том что вы чего-то не можете просто только в том что когда увидите других из-за чего запускаются руки выйти тех людей которые просто потратили больше времени то есть пока вы это время потратили на свои допустим определенные интересно для вас дела этот человек все время свой потратил именно в симулятор он тоже что-то для этого потерял то есть он лишил себя чего-то своего свободного времени своих понимаешь определенных хотелок чтобы только быть лучшим всем рейсинге он не просто талантливый пришел села поехал такого не бывает даже в реальном спорте почему существует практике ты должен отстроить машин должен вкатиться должен понять что это за трек что это за трасса и при этом в той же формуле 1 у тебя есть возможность кататься в симуляторах то есть ты ее как минимум эту трассу обкатываешь виртуально не бывает такого что пилоты села сели там закрытыми глазами и поехали посади любого пилота даже на том же мерседесе комик хэмилтона какую-нибудь гонку без практики без квалы он будет ехать гораздо хуже остальных только потому что он не вкатился в трассу здесь сейчас за большой промежуток времени который прошел после предыдущего сезона получается за год ты все забываешь ты не сможешь нормально ехать сразу же те любом случае нужно вкатываться и это главное правило любого даже очень опытного и очень крутого пилота данные пилоты едут быстро не потому что них в руках эта скорость они работают над этим это первое что мы должны усвоить второй момент я за для примера возьму и racing которая катая ну так или иначе это может быть переложить на любые другие симуляторы почему возьму и racing потому что мне это удобно с точки зрения рейтинг racing есть определенный условный рейтинг да там ну грубо возьмем грубо говоря возьмем такой типовой рейтинг но при этом все равно редки ну типовой скажем для нормального пилота немедленного это 3000 рейтинга там и вот мы видим что вот человек катает на трех тысячах а ты такой вот вроде бы и не хуже а у тебя рейтинг низ или вот ты видишь что человек там допустим особенно низких рейтингах катает что он растет по рейтингу а у тебя все медленно идет тут стоит себе давать отсчет рейтинг это не только твой скилл это и время потраченное симулятор он отражает не только то насколько ты умеешь грамотно нажимать педали выбирать траектории бороться с оппонентами но это насколько часто ты катаешься сколько гонок проводишь потому что нужно давать себе отчет что таких симулятор как и рейтинг проезжать одну-тве гоночки там месяц или даже в неделю это непозволительно мало чтобы твой рейтинг рост до каких-то высоких значений даже если ты очень хороший пилот вы сами понимаете сами видели что из себя представляет данный симулятор конкретно вы должны понимать что даже не позади независимым от вас причинам вы можете попасть какую-то аварию например которая лишает вас гонки а вы при этом не создаете для себя дополнительных возможностей покататься в данную игру тем самым вы не растете по рейтингу должны компенсировать подобные падения если вы их не будете компенсировать стабильный и достаточный по количеству ездой таких симуляторах то вы не будете расти по рейтингу не потому что вы медленны а только потому что вас мало времени пилоты которые в рейтинге имеет так или иначе там 5 тыс 6 тыс 7 8 9 10 и даже больше это пилоты которые активно катаются не потому что они талантливы а потому что они активны и но вы скажете допустим я могу кататься очень много я не получите 10 тысяч это понятное дело во первых том и смысл симуляторов отличие от реальной жизни у вас нет вот этой вот гонки за за место вам не нужно ничего доказывать чтобы где-то находиться вы можете кататься в любой момент в любое время потому что для вас подберут ваших соперников равных вам по силе это в реальности допустим формуле 1 только 20 мест виртуальности этих мест бесконечно главное что хватало народу чтобы они могли с вами кататься поэтому запомните это главный момент главный урок что вас никто никуда не гонит вы не должны достигать каких-то невообразимых высот это не нужно ни для кого ни зачем и ни почему для вас необходимо просто найти свое место в этом мире место именно в гонках что такое допустим высокий рейтинг и там так называемые алиэн и это люди которые просто гораздо более фанатичные к своему делу они готовы искать дотошные просто вот имели пиздерические нюансы и моменты чтобы исправлять их и быть лучше не потому что не талантливы сам по себе этот процесс и действий он очевиден для каждого ты щит момент его исправляешь потому что понятие таланта это то явление которое не требует каких-то разборов то есть она все идет само поэтому суть таланта а не в том что ты вот работаешь над этим и у тебя получается нет если на чем-то работаешь значит это счета достижимое этот может сделать каждый человек просто кто-то на и тратит больше времени до фанатизма а кто-то нет и никому не нужны эти десять тысяч рейтинга подумайте сами зачем вам этого нужно тем больше ног на таком уровне пилотов равных вам будет очень мало вам хватает находиться в общей тусовке людей которых достаточный рейтинг из которой можно покататься и даже если вы допустим еще более медленный пилот которому даже такое не под силу то вопрос не в том что вы не способны в том что вы просто потратили этого недостаточно времени но отбросим все это и поймем почему некоторые люди кажутся талантливыми а некоторые нет на самом деле тут вопрос только в особенностях которые нас заложили еще в детстве до которые мы в себя заложили в детстве кто-то быстро схватывает у кого-то есть какие-то долгосрочные перспективы так или иначе зависимости от ситуации жизненной обстановки у нас развивались те качества которые нам были наиболее удобны и жизненно необходимы здесь и сейчас да и получилось так что у кого-то быстро усваивание кто-то может быть медленнее усваивать и так далее но это не говорит о том что вы не достигнете равных высот просто кому-то на лету понадобится больше времени кому-то меньше времени тот достигает определенных результатов краткосрочный период но при этом дальше очень лениво растет другой наоборот он очень долго начинает но при этом дальше растет равномерно и более уверенно и получается тот человек которого вы там боитесь что он такой весь талантливый так быстро вкатывается вдруг оказывается человеком который дальше не может расти при этом вы вроде показалось очень долго вкатываетесь там через тернии там очень лениво и сложно но потом вы замечаете как вы легко и вот у человека входите и растете все выше и выше значит у вас было воспитано качество бы такого более выносливого человека перспективного То есть вы готовы окунуться в это и постепенно-постепенно наяривать, наяривать и расти. А человек, который, допустим, быстро вкатывается, человек, который по жизни привык быстро, но не длительно заниматься какими-то определенными вещами. Поэтому он и быстро может вкатиться не потому, что он лучше вас, а потому, что он иной. Это его особенность. Она не делает его лучше. Скорее всего, она даже ему чем-то вредит, потому что он слишком легко и быстро получает что-то вначале, потому что он так привык. И в дальнейшем он не растет, потому что у него не получается это делать быстро. А дальнейший рост, он наиболее сложен. Он требует больше времени. Человек, который привык все делать быстро, ему будет сложно перенастроить себя на то, чтобы расти медленно. В то время как, если у вас все идет медленно, то, скорее всего, вам будет легче перетерпеть все это, и в дальнейшем расти, потому что для вас это будет стабильный, ровный курс. Это второй момент, который я хотел бы рассказать. Третий момент, который мешает расти очень многим пилотам, и я бы сказал, практически всем, особенно это касается даже многих стримеров, людей, у которых есть какой-то определенный нарциссизм. А для, допустим, для стримеров это нормальная тема, потому что когда ты хочешь с собой торговать, так или иначе, это проявление этого внутреннего нарцисса. И эти люди, они не особо умеют, скажем так, адекватно относиться к себе объективно. И вместо того, чтобы делать выводы, они начинают винить все в округе, кроме себя. И ввиду своей бараньей упертости и желания к максимализму, к перфекцизму, они не понимают, что лучшее стремление — это когда ты именно ищешь в себе недостатки, чтобы их исправлять и превращать в достоинство. А многие об этом забывают. И вместо того, чтобы принять косяк как факт, они почему-то считают, что они делают все правильно. И тем самым не развиваются. И в симрейсинге таких людей полно. То есть, можно заметить, как люди делают абсолютно неправильные действия, делают просто колоссальные ошибки, делают абсолютно непозволительные вещи, но сугубо уверены в том, что они делают все правильно, из-за этого им все не нравится, они психуют, бросают все, и у них ничего не получается. Вы можете говорить, что вы что-то делаете в симрейсинге правильно, только в том случае, если вы уже гоняетесь на топовом уровне и используете телеметрию. До того момента вы не имеете права говорить о том, что вы делаете что-то правильно, потому что вы еще не выросли до того уровня, чтобы говорить об этом. А что такое телеметрия? Телеметрия — это когда ты на типовом круге, допустим, двухминутном, проиграешь не больше секунды, не больше секунды. То есть, если вы проигрываете там две — это уже хреново, три, четыре, пять, десять, двадцать — это вообще отвратительно. Если вы столько проигрываете времени, это значит, что вы делаете неправильные вещи. И вы должны над этим работать. Не получается. Задумайтесь, почему не получается. Посмотрите, как это делают другие. Посмотрите обучающие ролики. Задумайтесь над тем, что вы делаете неправильно. Многие это не умеют делать. Особенно те люди, которые приходят из обычного игрового опыта, где все так устроено, что ты как бы приходишь в игру, у тебя есть обучалочка определенная или даже ее нету, ты быстро чему-то учишься и впоследствии ты уже там через полчасика уже играешь на максимальном уровне. В симрейсинге такого не бывает, потому что это не игра в обычном этом понимании. Симрейсинг — это не игра. Это проецирование реального спорта, но виртуальный. С точки зрения игры, основы там тормозить, рулить, вы уже игру освоили, но вы не освоили спорт, вы не освоили реальную профессиональную деятельность, грубо говоря. Вы не освоили автоспорт, вы освоили игровую часть. Что, как делать, что сделать, чтобы победить тех же ботов, но вы не освоили, что делать, чтобы победить реального пилота. Поэтому нужно как минимум отбрасывать подобные мысли из головы. Из-за этого непонимания, что в отличие от игры симрейсинг осваивается гораздо дольше, он осваивается, реально, он осваивается как минимум столько же времени, сколько вы тратите на прохождение большой ролевой игры какой-нибудь, и даже больше, то у людей возникает неверное ощущение, что вот, типа, прошло полчаса, почему у меня не получается? Забудьте, пожалуйста, про игровой опыт, про вот эти вот скоропостижные вообще элементы в разных сфер деятельности, где вы что-то быстро успели сделать, и у вас все уже получается. В симрейсинге такого не бывает. То, что вам визуально кажется, что вон, вошли в поворот, и вроде бы машина не перевернулась, это не значит, что вы все делаете правильно. Это значит, что вы просто умеете нажимать на кнопочки. Ну, в том плане, что вы не хуже обезьян или какой-нибудь собаки, или обученные вороны. Но этого мало. И у многих я тех же стримеров замечал, что они, грубо говоря, тоже привыкшие к такому аркадному элементу, да, что вот в аркадку зашел, вот у тебя все нормально там, ты приходишь, к примеру, в симрейсинг, пытаешься освоить его, а у тебя не получается, ты психуешь, у тебя все не выходит. В чем такая логика, и я не понимаю. Опять же, забудьте вообще про то, что я все делаю правильно. Если возьмете любого крутого симрейсера, вы заметите, как они находят в себе ошибки и пытаются их исправить. Они все время недовольны, чем ты пытаешься сделать лучше. Они гораздо более быстрые люди, которые вас восхищают, из-за которых хотите этим же заниматься. Но вы почему-то в себе этого не видите. Может, стоит задуматься, что проблема именно в вас. Всегда стоит задуматься именно с этого. Не винить окружение, не винить окружающих, а винить себя. И тем более не винить автомобиль, какой бы ни был сложный. Даже самый неадекватный автомобиль, который ругает даже топовый пилот, вы ругать не можете. Почему? Потому что топовый пилот уже достиг апогея. И он уже на основе своего глубокого опыта и высокого уровня пилотажа, он говорит, что автомобиль неадекватен с точки зрения гоночного пилотажа. Но он-то может сказать, потому что он может на нем проехать, и при этом он может действительно показать на нем хорошее время и стабильно ехать. Для вас же данный автомобиль будет сложен на несколько ином уровне. Вы даже не дойдете до того уровня, на котором он реально будет сложен. Вы будете делать абсолютно неверные выводы. То есть, стоит забыть вообще про то, что есть какие-то сложные и неадекватные автомобили в плане того, что они неправильны. Они не неправильны. Просто вы еще не созрели для такого. Следующий момент, который я хочу сказать, вытекает из предыдущего. Если заметить, то во многих симуляторах какие-нибудь базовые начинающие автомобильчики, если не брать слишком дохлые, они очень сложные. То есть, они не имеют ни АБСов, ни трекштов, ни прочей ерунды, и они максимально неадекватные. Особенно, если брать какие-нибудь младшие формулы, там, без прижимов, там, всякие формулы Виски, Барбары и так далее. Какие-нибудь Радикалы и прочие машины, которые считаются низкоуровневыми сериями, которых не катают супер-пупер-крутые пилоты даже в реальности. Но при этом они очень сложные. Почему так все происходит? Потому что для, скажем так, любительского уровня очень важно осваивать пилотаж на более сложном уровне. Большие скорости для вас опасны, но именно если перекладывать на реальность, потому что вы можете разбиться, а малые скорости не дают вам того эффекта обучения, то есть вы не учитесь ничему. Поэтому существуют такие автомобили, которые вас учат АЗАМ. то есть механической коробки передач, умение балансировать автомобиль, всякие сложные, короткобазные, заднемоторные конфигурации, отсутствие АБСа и трекшн. На самом деле, самый верный способ научиться нормально ездить, не только в симуляторах, может даже в реальности, это ездить на наиболее сложном варианте. Почему, допустим, в реальности советуют учиться на машине с механической ручкой? Со сложного всегда лучше начинать. То есть это не как на учебе обычно, где ты с малого к большему идешь. В автомобилях все наоборот. Особенно если брать автоспорт. Если ты будешь начинать с малого, то тебе будет очень сложно переходить к старшему. Потому что ты привыкаешь к тому, что все очень просто и легко. Поверьте моему опыту, я начинал с самого сложного изначально. Для меня потом не было проблемы освоить любой автомобиль. Не в плане того, что я там был сверхбыстрый, а в плане того, что мне плевать, насколько он сложный. Не будет ни трекшна, ни АБС. Супер-пупер большая мощность двигателя. Меня это вообще не волнует. Если это можно освоить, если есть конкуренция в этом чемпионате, я могу просто вкатиться и поехать. Потому что я начинал со сложного. Я не начинал с того, что вот давай включу кучу помощников, там выберу самую дохлую машину и буду есть. Вот так ничему не научитесь. Это как эти дурацкие советы. Там начните кататься там с 7к, да или там с 40к, да и потом переходите. Это ничему вас не научит. Это как сказать, поиграй в Need for Speed, и после этого ты пойдешь на улицу и попробуешь прокатиться на реальной машине. Вам придется все заново учить. Чтобы научиться нормально кататься в симуляторах, вы должны сразу же, сразу же кататься в симулятор. И сразу же на нормальном уровне сложности. Без лишних помощников, кроме тех, которые обусловлены в машине. Только так вы научитесь и дозировать газ, и дозировать тормоз. Только так вы научитесь грамотно рулить. Только так вы научитесь чувствовать траекторию. Потому что, ощущая сложный автомобиль, вы больше, как бы, стремитесь к тому, чтобы понять, как его нужно закидывать в повороты, как им нужно проходить траекторию гоночек. На легких автомобилях, ввиду малой скорости или высокого прижима, вы не способны понять истинных траекторий. Есть и как попало. Сложный же автомобиль вас сам будет мотивировать и сподвигать к тому, чтобы вы выходили в правильную траекторию. И вы быстрее научитесь понимать эти правильные траектории. Можно учиться именно со сложного. И так происходит и в реальном автоспорте. Вы хоть ездите на медленных машинах в реальном автоспорте, но они более сложные. Какой-нибудь картинг, он очень сложный на самом деле. Всякие там радикалы, они сложные. Эти формулы там, младшие, они очень сложные. Это именно бесприжимные формулы. Там всякие формулы Форда, формулы Ви и так далее. Они именно учат вас рулить. Они учат рулить молодую поросль, которая стремится в старшую гоночную серию. А потом уже в старших гоночных сериях вы получаете в руки быстрые прижимистые автомобили, которые очень податливые и легкие в управлении. Тут всплывает другой вопрос. Эти автомобили податливы, легки для всех, одинаково. И если вам легко ездить, то скорее всего, вы едете медленно, потому что другие будут ехать гораздо быстрее. И в этом скрывается главная проблема быстрых машин. Они не такие простые, как всем кажутся. Вся суть их простоте в том, что ты должен быстро преодолевать повороты. Тут открывается вся сложность. Поэтому вас и учат пилотировать сложные машины, чтобы впоследствии научиться быстро ехать на, казалось бы, простых машинах. Скорость – это тот момент, который всегда искажает восприятие автомобиля у многих людей и не дает понять истинные их проблемы в пилотировании. И когда люди сразу же стремятся к GT3 или Formula 1, они не понимают, почему у них не получается. Потому что они не понимают, как машины должны ездить. У вас типа машина отлично останавливает, у тебя отлично разгоняется, у вас все отлично. Так почему-то вы слишком сильно уступаете. Потому что вы не понимаете даже базовых моментов широкого заезда, использования апексов среднего, раннего, позднего, выезд на широкую часть, использование всего радиуса поворота. Вы не понимаете их основ, потому что быстро машины дают вам их прочувствовать. Вы не понимаете, когда нужно использовать, допустим, тот же газ открывать, вследствие чего вы не используете всю ширину, и у вас машина все равно выстреливает. То есть вы кое-как заехали в поворот, все равно выстрелили, у вас все отлично получилось. А почему отлично получилось? У машины это позволяет. Ну, скажем так, на более низком темпе. Сложные автомобили вам такого меньше будет позволять. Они будут вас мотивировать. Мотивировать ездить нормально. Поэтому учитесь кататься со сложного. И тогда вам все придет гораздо раньше, если вы будете начинать ерунды и продолжать расти. Это самый дурацкий метод, который я когда-либо услышал. Я не понимаю людей, которые предлагают начинать с чего-то такого. Начинать с Гран-Туризма-Спорт, чтобы освоиться в Варфакторе 2. Ну, это глупость. Это вам ничего Гран-Туризма-Спорт не даст. Он вам только сломает руки. Вы придете, вы будете плеваться, ругаться, плакать, что у вас ничего не получается. Почему? Потому что вы потратили все это время на игру, которая вам ничего не дает. Гран-Туризма-Спорт она хороша для сим-райсера только в том случае, если он уже состоявшийся и знает, как ездить в симуляторы. И для него эта игра ничего не сломает. Просто покатался, порадовался. Или для человека, который как бы не интересуется серьезными симуляторами, его это устраивает. То есть в таком случае тоже можно развиваться в Гран-Туризма-Спорт. Если вы хотите научиться ездить реальный симулятор, вы должны сразу же ехать с реальных симуляторов. Следом укажу такую небольшую мелочь в особенности я говорю про ирэйсинг, что вот человек низкий рейтинг, низкая лицензия, а что-то он так быстро валит, что-то как-то странно. Или что-то проигрываешь или наоборот как он сюда попал вообще, он же такое дно. Это банальная логическая ошибка, которая почему-то у людей встречается и непонятно почему. Любая игра, неважно ирэйсинг или иные прочие игры, даже в других жанрах, когда ты начинаешь играть какой-то рейтинговый онлайн, рейтинговый матчмейкинг, то это не значит, что ты типа вот ты там вел Ферстаппин, у тебя рейтинг стал 10 тысяч. Ты как и все начинаешь с дна. Даже если ты очень крутой пилот, но ты все равно будешь идти с низов. И поэтому, когда вы видите вдруг, что вокруг есть какие-то пилоты, которые низкого рейтинга, но почему-то хорошо выступают, то возможно они скорее всего являются быстрыми пилотами. Просто они не так давно начали кататься, они сразу же не получают высокий рейтинг. Им также предстоит огроменный путь, путь развития до высокого рейтинга, и не все до него доживают. На самом деле это не так просто. Быстрый пилот это люди, которые очень много катаются, а если не кататься, то даже самый быстрый пилот будет иметь невысокий рейтинг. Даже ниже 2000, если кататься очень мало. То есть это всегда стоит учитывать. Никогда не ориентируйтесь на то, что вот у человека рейтинга или лицензия низкая, значит, но не бывает такого. Или, допустим, бывает так, что вот там на практике катаешься, а человек там с 1000 рейтингов на втором месте. Ты там еле-еле волочишь концы с концами, в жопе по таблице результатов. И это тебя тоже дезаморалит. Ну, товарищ, ну, извини меня. Если у тебя, допустим, 2000 рейтингов, значит, ты как-то их восстановал, получил, ты катаешься на этом рейтинге. Это значит, что человек, который катается на 1000, он там неспроста находится. Возможно, он на практике пытается ехать в каком-нибудь квалификационном темпе, или это трек единственный, в котором может кататься, и при этом только в ход лапе. А при этом в гонке он ведет себя крайне неадекватно и в принципе ничего не способен. То есть, никогда не стоит ориентироваться на то, что вы видите низкий рейтинг, и это вас как-то дезморалит. Низкий рейтинг может обозначать много. Главное, что у вас рейтинг тот, который вы обосновали своей ездой. Тем более, что практика это такая штука, что люди монотонно задрачивают круги за кругами, иногда у них что-то получается. Но это не значит, что они стабильно это делают. На практике можно часто быть низко, в гонке высоко, только потому, что в гонке у тебя, грубо говоря, одна попытка показать хороший результат. Ты не ездишь сто пятьсот кругов, чтобы показать один хороший круг. Тебе нужно ехать все круги хорошо. Гонки это не только показать один хот-лап красиво, особенно в а-рейсинге. В а-рейсинге всем плевать на ваш хот-лап. Хот-лапы ни к чему не ведут. И товарищ Крамарский яркий тому пример. В данном месте немного оговорюсь, я не имею в виду, что Александр является каким-то плохим пилотом или что он ничего не умеет. В данном случае речь идет не об этом, а именно о том, что когда ты именно занимаешься исключительно хот-лаппингом, то твой опыт именно в данном деле не особо поможет в обычных гонках в борьбе с другими пилотами. И данный стример, который очень часто занимается именно хот-лаппингом, ярко иллюстрирует такую проблему. При этом не могу не отдать ему должное в том плане, что он также иллюстрирует проблематику того, как даже самый крутой пилот должен тратить много времени для того, чтобы получить какой-то результат. То есть, если вы видели его стримы многочасовые, то он столько времени тратит на то, чтобы получить какие-нибудь результаты. Это говорит о многом. То есть, это не говорит о том, что это какой-то пришелец из космоса, который вдруг сел и поехал. Он так же, как и вы, обычный человек, который работает над собой. Только целеустремленность и упорный труд позволяют вам получать такие результаты. Я надеюсь, вас это также будет мотивировать также развиваться в этом деле. Он очень много хутлапит, но это не значит, что это что-то даст в плане гоночного результата. Это прежде всего дает вам возможность хорошо изучить трассу, понять, как на ней можно ездить, настроить машину. Но в борьбе все может измениться. И ты не справишься с тем, что перед тобой приключилось. Уж не говоря о том, что современные симуляторы обладают динамической погодой, и рейсник не исключение. Ты можешь всю сессию задротить бесконечно один круг, а в гонке у тебя будет совершенно другая погода, к которой ты, в принципе, не готов. Поэтому никогда не обращайте на ход лайперов. Это бесполезная информация, которая вам ничего полезного не даст. К примеру, я могу вам указать, если брать рейтинг, небезызвестный многим симрейтинге в нашем рутубе, это Макс Петров. Он катается в рейтинге, конечно, очень мало, чем хотелось бы. Привет, Максимка. И вся его езда в нем пару гоночек проехала, и потом несколько месяцев отдыхает. И его рейтинг равен моему рейтингу. При том, что я не являюсь быстрым пилотом, и я похуже его буду. Все, почему? Потому что он не катается. И в ваш хумах, если вы знаете и Макса Петрова, и Егора Огородникова и прочего, так или иначе слышали, может, даже видели, как Макс Петров с ними катает. Но при этом в рейтинге у него низкий рейтинг. Почему? Потому что рейтинг не определяет на то, какой ты плохой или хороший пилот. Он как минимум определяет, насколько много времени ты потратил. Да, для одних людей какой-то определенный рейтинг, это их обоснованный рейтинг. То есть, допустим, 500 гонок проехал и ты все время на 2 500 находишься, значит, это твой уровень. Но если ты проехал там 50 гонок за несколько лет и ты на 2 500 находишься, то, скорее всего, это не твой уровень. Просто, чтобы подняться до твоего уровня, ты должен больше катать. С одной стороны, антимотивация для тех, кто много катает, но с другой стороны, на самом деле, это мотивация. И не безызвестный для этого пример, тоже упомяну, это Григород Плей. Опять же, я думаю, многие знают, всем рейтинге нашим, это достаточно известный человек. Вы заметили, что он очень много в последнее время катается в iRacing, и его все-таки склонили в эту темную сторону. И на удивление многих, включая меня, он действительно очень серьезно растет по уровню. А почему растет? Потому что он работает над собой, ищет ошибки, ищет проблемы и совершенствуется. И при этом, что немаловажно, он находит на это время и желание. Без времени и желания у вас ничего не получится. Вот серьезно. Это самое главное. Не талант, не какие-то одаренности внутренние, а именно время и желание. И вот Григород Плей медленно, но верно, потихоньку, потихоньку, активно катаясь, активно развиваясь, он стремится вверх. И он вполне спокойно может стать одним из топов. Не потому, что какой-то внутренний именно дар и талант, повторюсь, а потому, что человек работает. И это один из тех примеров, который должен наоборот водоушевлять вас. Потому, что если вспомнить изначально, что Григород все-таки был не шибко хорошим пилотом, но при этом посмотрите, какой он сейчас пилот. Это день и ночь. Все мы простые люди, и он не исключение, но при этом он достиг такого уровня уже. А что еще будет впереди, никому не известно. Но очевидно, что гораздо больше, чем сейчас. Еще, скажем так, более известный пример это Кускус Рейсинг. Я думаю, многие о нем слышали. Этот пилот, скажем так, больше эксплуатирует тему аркадного Симрейсинга, но вы заметили, что при всей вот этой, можно сказать, дурашливости, что его канал такой больше шоу, чем именно такой серьезный Симрейсинг, но при этом тоже ассета-корса компетенциона, он растет и растет по результатам. Он спокойно попадает на вторые и порой даже первые сервера, и если он вкатывается, он показывает очень неплохие результаты. Понятное дело, что они на уровне топов, но если вспомнить, с чего он начинал, это день и ночь, опять же. Это при том, что человек, даже можно сказать, не вкладывает кучу времени именно в профессиональный Симрейсинг, то есть именно такие хардкорные симуляторы. Даже на таком лайтовом, более таком легком уровне подхода к симуляторам, но при этом, когда ты очень много на это время не тратишь, ты все равно будешь расти. Даже если казалось бы изначально, что ты не способен на это, или там взять, допустим, небезызвестного, думаю, наиболее известного в кругах гоночной тематики Сончика, то если вспомнить изначальные, былые времена, когда, можно сказать, он больше на симуляторе тратил, он ездил гораздо хуже. Сейчас он катается в аркадные игры, но когда приходит симулятор, он даже с минимальным вкатом катается гораздо лучше, чем раньше, когда постоянно катался. То есть, насколько все-таки растет уровень у пилотов, даже если они не кажутся с виду какими-то суперпрофессионалами. Уровень растет только потому, что люди тратят на это время и желание им это нравится. Это самое главное. Вам должно нравиться, вы должны этого захотеть. И только после появления этого желания, если вы найдете еще до этого достаточно времени, то вы достигнете любых высот. Если вам не нужны супервысокие высоты, извините за тавтологию, большие высоты, пусть будет так покрасивше, то для вас не требуется супермного времени. В рейтинге, к примеру, 2000 рейтинга это хоть и для многих тоже высокое значение, но это достаточное значение, чтобы более-менее хорошо кататься. В том плане, что на таком рейтинге вы получаете более-менее адекватный опыт в плане пилотона. То есть, у вас будут более-менее корректные соперники. Понятное дело, что на низких рейтингах все будет очень сложно, но это надо пережить. И самое главное в симрейсинге это получать удовольствие. И переходя к последней части, самое главное получать удовольствие от того, что ты делаешь. И в данном случае удовольствие в сим-рей-синге это удовольствие от проката на машине. То есть, от управления, насколько у тебя хорошо получается. И когда, допустим, ты достигаешь каких-то высот, при которых ты чувствуешь как от управления автомобилем, даже приезжая последним, ты будешь гораздо более доволен, чем побеждая с какой-то кривой ездой против дурацких соперников. И этот пункт, о котором хочу вам сказать, это пункт главный, не победа. Поверьте мне, победа у вас придет, при том, что это симрейсинг и вам некуда спешить. Главное, это получить удовольствие от езды. С победами в симрейсинге тема достаточно сложная и очень долгая, потому что, в отличие от формулы, допустим, ну, не то, что формула, а любого обычного спортивного мероприятия в автоспорте, да, где у вас лимитировано 20 человек участников, которые у вас, грубо говоря, не меняются весь сезон. Вы достигаете первого места и все. И это ваше первое место, правильно? В симрейсинге такого нет. Ты достигая уровня первых мест, прогрессируешь и дальше попадаешь к тем, кто не хуже тебя или лучше тебя. И вследствие чего твое первое место превращается в среднее место, там, в середине, в середине пелетона или вообще в последнее место. В симрейсинге куча народу. Ты никогда не будешь постоянно первым. Если ты будешь постоянно первым, ты будешь расти. А если ты будешь расти, ты будешь достигать более высоких значений рейтинга, где ты будешь попадаться более против более крутых задротов. И поэтому ты должен дать себе установку, что в симрейсинг приходить за победами это неправильно. Не в том, чтобы я как-то вас демотивировал, что в симуляторах не побеждают. Понятное дело, что победа это тоже хорошо, за ними тоже нужно идти. Но когда ты учишься, особенно когда ты с нуля приходишь, твоя основная задача это научиться ездить и получить удовольствие. Даже приезжая там вне подиума, ты можешь получать не меньше удовольствия от борьбы, от качественной езды, чем, допустим, какие-то вшивые победы. Потому что, опять же, если вспоминаем предыдущую тему с опытом из обычных игр, чему нас учат обычные игры? Что победа это в любом случае легко, и что твоя единственная задача в игре, особенно в сингле, это победить. Но в реальности ты не можешь быть победителем везде. И симрейсинг, где в основе идут именно онлайновые мультиплеерные гонки, ты должен давать себе отчет, что ты играешь не с ботами, а с реальными людьми все хотят победить. И поэтому твоя задача в онлайне это не стать единственным победителем. Ты не можешь сделать так, чтобы весь мир был вокруг тебя компьютерной игрой, и что все вокруг тебя это боты. Твоя задача в симрейсинге это действительно научиться хорошо ездить и получить именно от езды максимальный кайф, именно от борьбы максимальный кайф, а не от того, что ты где-то забиваешь первые места. И на самом деле вот эта вот парадигма первых мест, она до сих пор бьет даже по тем людям, которые имеют большой опыт. Можно заметить, как многие привыкают к этому, приходя, не получая первых мест, они расстраиваются, там дезморалятся, и вообще перестают кататься. Но это очень странно. То есть у людей до сих пор не выветрился вот этот вот настрой, что люди вокруг это боты. Естественно, все эти люди понимают, что вокруг них реальные игроки, но подсознательно они почему-то думают, что они должны быть первыми. Ну, почему они это решили? И когда такие люди, допустим, радуются победам, которые легко даются, особенно, когда ты пришел там с нуля куда-то ехать, это странно, потому что если ты пришел с нуля и всех побеждаешь, значит, ты просто в лягушатнике варишься. Это тебя ничему не учит. Ты просто пришел и с детьми разобрался. Это не те победы, которые вам нужны. Радоваться можно десятного места в крутой про-лиге, только потому, что там крутые парни типа получил кайф. Радоваться от того, что я от детей уехал на несколько кругов, это не победа, это говно какое-то. Поэтому закончить я хотел бы это видео с сакральной фразой «Победа ничему не учит», а вот поражение заставляет задуматься над своими ошибками и развиваться. Поэтому стремитесь не к победам, стремитесь к тому, чтобы стать лучше в том деле, в котором вы хотите стать лучшими. Именно обращая внимание на свои ошибки, пытаясь найти лазейки, чтобы быть лучше, вы развиваетесь и действительно становитесь лучше. А если вы будете думать, что победа это единственное, что вас волнует и что вы все делаете правильно и все у вас отлично, то скорее всего вы так и будете находиться на невысоком уровне. Ну, а на Симе заканчиваю и желаю вам удачи на поприще Симрайзинга.